Зимняя экспедиция – это испытание на прочность. Нас ждали низкие температуры, снежные заносы, ледяные дороги. Несмотря на суровые условия, места для участия в проекте закончились очень быстро. Всем привет! Меня зовут Евгений Шаталов, я руководитель экспедиционного центра Red Off-Road Expedition. И сегодня мы начинаем наш новый экспедиционный проект, который называется «Байкал. Западный Бам». Мы стартуем в сторону Байкала, будет несколько сумасшедших дней на одном из чудес России, и будем двигаться в сторону города Тынды по бывшей комсомольской стройке, легендарной стройке Байкала-Амурской магистрали. Я очень рад вас всех здесь видеть. Рад, что мы собрались. Уверен, что наш экспедиционный проект пройдет на очень высоком уровне, и вы будете довольны и счастливы. На Байкал добирался после путешествия на Новосибирские острова с Богданом Булычевым. Успел жутко отравиться в Якутии, прилетел впритык, нездоровый, даже побриться не успел. Буду одет в бороду и нашу ференую красную крупу. В общем, приключения начались. Как подготовил автомобиль к зимней экспедиции? Установил дополнительный свет острым. Для перевозки негабарита установил плоский багажник Риваль на крышу и автобокс Брумер. Для приготовления горячей еды – мультиварку и термопод Леран. Мощный инвертор для электрического оборудования. Обо всем этом подробнее расскажу в следующих сериях, а сейчас поехали. Обычно продукты закупаем дома, перед выездом. Но так как домой я не успел, запасаемся необходимым провиантом в Иркутске. Мы только что закончили предстартовый брифинг в гостинице и приехали в Ленту закупать продукты. В первую очередь покупаем то, что уже проверено. А это продукция компании «Сибирский гурман». Это то, чем мы питались в наших арктических экспедициях. На завтраке у нас будут сырники и блинчики с творожной начинкой. Мои любимые чебуреки сочные. Темнеет быстро. Машину упаковываем уже в ночи. Мы начали движение. Наш проект «Байкал. Западный БАМ» стартанул. Сейчас мы едем в поселок Листвянка на базу МЧС, где пройдем первичное обучение по технике безопасности, по движению по льду, по пониманию структуры строения льдов Байкала. После этого ночуем на берегу Байкала и начинается завтра уже полноценное путешествие. Будем держать вас всех в курсе. Я очень надеюсь, что наше с вами путешествие будет клевым, стремительным, динамичным и интересным. Ну и конечно подписывайтесь на наш канал. Как говорят блогеры, ставьте лайки. Нам это будет очень приятно. И нажимайте на колокольчик. Первый этап экспедиции Red Off Road пройдет по льду Байкала. Здесь есть зимники, но за 15 лет на Байкале затонуло 215 автомобилей. Только в этом году в январе под лед ушла Нива. В апреле под лед провалили сразу два грузовика. Гибнут рыбаки и местные жители, которые съезжают с официальных ледовых трасс. Принял решение о прохождении обучения в МЧС участников экспедиции Red Off Road на Байкал. После этих занятий один экипаж покинул экспедицию. В этом году очень тяжело лед становился. Постоянно были отрывы. А потому что, да, сейсмособытия у нас происходили. Во-вторых, достаточно было теплое лето. Байкал наполнился, много было дождей. Прогрелся хорошо. И вот тяжело он остывал, как говорится. Плюс вот эти все сбросы плотины ГЭС, они тоже имеют свои факторы. В этом году в основном все провалы произошли на Малом море. Ближе к нам. Всем провалов. Все машины утонули. Слава Богу, удалось всем спастись. Утонул автомобиль. В нем находилось шесть человек. Две девочки двухлетние. Хорошо они все спаслись. Местные, да? Нет, не местные. В том-то и дело. Один местный, видимо, желает впечатлить своих гостей. Мы руководили какой-то туристической базой. Вот это я читала в Малом море. Решил прокатить их тоже. Такие автомобили уже более современные. У них, как правило, когда они в воду попадают, блокируется центральный замок. Все, люди уже не могут выбраться. Плюс это паника. Плюс это заполняется все водой. Лед на Байкале бывает разный. Сало. Ледяные кристаллы на поверхности воды, которые еще не объединились в единую поверхность. Шуга. Смешанные с водой льдинки, результат разрушения ледовой корки сильным ветром. Осенец. Белый, непрозрачный, самый прочный лед. Колобовник или блинчатый лед. Взломанные ветром, окатанные водой глыбы осеннего льда, скрепленные прозрачным льдом. Тарелочный лед. Как колобовник, только крупнее. Стадия замерзания воды перед переходом в самый прочный слой оледенения. Пузырьки и гвоздики. Это метан, замерзший в воде. Это хрупкий лед. Гологлядка. Ровный, гладкий, прочный лед. Сакуи. Замерзшие штормовые наплески на прибрежные скалы. Торосы. Свалка крупных обломков льда, достигающих высотой нескольких метров. Когда к нам приходили серьезные фильмы, мы всегда все просматривали, потому что сегодня мы проходили с разведкой, все было нормально. А завтра идем, уже разошлись становые трещины и они очень опасны тем, что быстренько замерзает грузочка, а если еще бывает снегопад и ветер, его переметает и даже не видно, что там трещина. Много людей, которые выскочить не успели. 10 см однородного льда выдерживает тонну нагрузки. Можно открывать пешеходные переправы для людей. На 40 см разрешена посадка Ан-2 и движение транспортных средств с нагрузкой на ось 2,5 тонны. Лед толщиной 50 см выдерживает вес 15 тонн. На 80 см садится Ми-8 и Ан-2. Лед толщиной около метра выдержит вес вертолета или паровоза. В полтора метра однородного льда садится турбореактивный Ан-74. В 1903 году по ледовому пути между станциями Байкал и Танхой перегонялись поштучно конной тягой груженные вагоны. Мы организуем путешествие на внедорожниках по всему миру и ты тоже можешь поехать с нами. Самый популярный и безопасный способ прокатиться зимой по Байкалу – это Хивус. Хивус – катер на воздушной подушке. Передвигается по льду и по воде. Не рекомендуем прыгать в первый попавшийся Хивус. Скорее всего, будет не очень зрелищно, быстро и дорого. Полчаса за тысяча. Вот, ребята, подходим сейчас к самому широкому истоку в мире. Единственная река, которая вытекает с Байкала. Вон там, где Марьян, вон там паровоз. Здесь начинается старая железная дорога. 90 километров, 38 туннелей. Вообще 39. А то они не угадали. Почему не угадали? Они сделали, пробили. Хотели мост поставить, а там клубинаты не ушли с полкилометра. Как опоры доставили? Они замуровали. Она все равно осталась. Спиной в кадре начинает ходить. Еще на меня. Да, 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 да. Вы шевелитесь. Ваши жизни не обиделы. Все, отлично. Вот-то огонь вообще. Преживительно. Только начинаем знакомиться с Байкалом. Первая панорама с обзорной площадки на Камень Черского. Названула так часть ученого-исследователя Байкала. Исток Ангары, до которого мы докатились на Хивусах, не замерзает никогда. Об этом месте есть легенда. Камень у истока Ангары – шаман-камень. Отец Байкал бросил его вслед дочери Ангаре, которая убегала к любимому Енисею. Пока капитаны команд проходили обучение в поисково-спасательной службе Иркутской области, остальные наши участники время даром не теряли. Гоняли по Листрянке, посещали клевые места, например, Камень Черского, катались на Хивусах, в общем, развлекались. А сейчас, когда мы все закончили, мы приехали в Краеведческий музей в Листрянке. И будем сейчас погружаться в историю Байкала. о которой, кстати, местные жители, это нам рассказали спасатели, считают это озеро живым существом. Это гордость Байкала, байкальский омуль. Подвид арктического омуля. Сейчас он находится на грани вымирания и занесен в Красную книгу. Активно занимается развитием его популяции, иначе эта рыба скоро совсем пропадет. У нас на Байкале существуют такие рачки маленькие, пешура называется. Когда что-то такое живое тонет, наблюдали мы это дело на собаке. Собака была привязана к машине, машина утонула, мужики успели выскочить, а собака по сути была привязана. Так вот, через несколько дней, когда опустили видеокамеру, смотрим, собака шевелится. А потом, когда уже поближе посмотрели, она вся облеплена рачками, маленькими рачками, которые ее едят. То есть самое с человеком бывает. Через некоторое время они просто съедают подчистую. И рыба как называется это? Есть омолюбки, спели. Это омоль? Так это омоль или пель? Конечно. Это все рыба. Я вам сегодня рассказывал про то, что омоль является краснокнижной рыбой. Мы нашли на местном рынке рыбу, похожую на омоль, но на самом деле это пелять. По мнению местных продавцов. Это прессованная. А это? Закапывается в крупной соли и ставится под пресс. Вишня гладкого холи и жюри сохраняет. Вот сколько одна стоит? 250. Пробуйте? Чтобы понимать, что это. Попала машина. Приехали спасатели. Водолазы там лазят, что-то достают. Вдруг кто-то несется на машине местной. Глаза такие видны. Аж прямо через стекло видно. Мажет ему. Э, товарищ. А? А? И он так мимо нас раз и в эту же пропалину. А почему? А потому что мы тут всегда ездили. Вот этот аргумент. А мы тут всегда ездили. Вот это никак не канает. Потому что ты можешь 28 раз проехать и ее не будет. А потом раз она и будет. На 29 февраля, например. Да? Разведка прошли. Прошло там сутки. Прошло двое. Трое там суток прошло. Чем больше прошло, тем больше изменений могут быть на той дороге, которая, казалось бы, уже там и дырочки пробиты, и там померена толщина, и вроде все зафиксированные трещины. На Байкале, скажем, постоянно трещит. Особенно по ночам, когда никто не ночевал на Байкале. Ночью не ночевал. Ночевал, да? Ночевал. Скажем так. В общем, бодрит, да? Перед выездом налета определили порядок движения автомобилей и дистанции. Алгоритм действия экифажа при проваливании подъезда. Вот это вот, некоторые не делают это, да? Но я хочу сказать, она работает. Работает. Когда вы постояли, да? Распределили, кто чем будет бежать. Кто с концом Александрова, кто там с чем, кто так далее. Потому что делать надо быстро. Очень быстро надо делать. И поэтому проработать алгоритм, да? И, скажем, ну, добровольную вашу спасательную команду, иметь всегда. Хоть на Фоксе, да? Это надо обязательно проговаривать. Что будет делать ты? Что ты будешь делать ты? А ты? А ты? А я? А мы? А все. И все это прорабатывается. Все-таки с трех-четырех метров вынывать можно. Согласитесь, да? Проблема всегда бывает. В чем? Если глубина большая. Машина, когда проваливается, чем идет вперед? Носом. Мотором, да? И, добавив ко всему, планирует. Ну, вы, может, не потеряли ничего, так сказать, не ориентацию, ничего, 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 да? Как это мой товарищ сказал? Подожди, не дергайся. А что такое? Сейчас, говорит, заполнится вот до сюда, когда пошли, да? Мы с тобой двери откроем, они уже хорошо откроются и вынырнем. Вот. Ну, это у нас на Байкале хорошо. Там, где машина, так сказать, ушла, она может маленько там пройти. Ну, не так уж большое расстояние, это все зависит от глубины. А там, где есть течение, например, на реке, да, его можно унести так, что и все. То есть ты вроде и вынырнул, а над тобой льет. То есть там надо еще потом вынырнуть и попасть в полынью. Мы всегда, когда начинаем искать, скажем, трупы, что там говорите? Че, что лицами имеют трупы? Первым делом, когда в Майну погружаешься, я всегда вокруг Майны, да, везде, вот там, под ледом, под проверью. Потому что, ну, часто они всплыли-то в стуле, а под ледом так и остались. И оттуда и раскрываешь. С 2002 года водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли со дна более сотни автомобилей. Подымают лишь часть утонувших машин. Либо очень дорогие, нужные владельцам. Либо машины, в которых погибли люди в качестве доследственной проверки. Хотя в последнее время бьют тревоги и экологи. Ведь в машинах под водой остается бензин и масло. Этот УАЗ утонул вместе с владельцем в январе у берегов Бурятии. Как вытаскивают автомобили? Эта Нива находилась на глубине в 146 метров. Спасатели при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата Falcon исследуют дно. При помощи робота, кошки и троса автомобиль подводится в подлёдное пространство. С помощью стрелы и самодельной конструкции из бревен в мороженых вертикально в виде шалаша в лёд машину затягивают на лёд. Из этой Нивы извлекли тела двух утонувших мужчин, погибшие переданы сотрудникам полиции. Этим спасателям не повезло. В ходе спасательных работ Урал ушёл под лёд полностью. Летом автомобили поднимают надувными понтонами и буксируют к берегу катером. Недалеко от Листянки мы попали в музей деревянного зодчества Тольцы. Я давно не получал такого откровенного удовольствия. Такое ощущение, что попал к бабушке в детство, в такое далёкое-далёкое детство, в деревню с русской печкой. Шикарно! Я просто всем рекомендую. Будете на Байкале, обязательно нужно посетить это место. В этом музее под открытым небом собраны памятники истории, архитектуры и этнографии. Начиная с 17 века. Здесь можно познакомиться с материальной духовной культурой народов при Байкале. Русской, Бурятской, Рынкийской, Тафаларской. Мы потихоньку нашей командой привыкаем к экспедиционной жизни. Сейчас заливаем воду в термопод. И через какое-то время у нас в движении будет готов чай. Технология отработана в Арктике. Очень удобно и комфортно. Термопод подключён к преобразователю 12 на 220. И это основной элемент нашей жизнедеятельности. Пока мы ездим на Листьянку, мой друг Саня Масасин, иркутянин, джипер, приготовил для нас специальные сент-траки из сосны, укреплённые для того, чтобы преодолевать трещины, когда мы пойдём на Байкале. Сейчас мы их крепим на багажнике и путь. Саня Масасин Саня Масасин взял этот шатар. Он вместит всю нашу компанию и его возможно устанавливать зимой на льду Байкала, озер и рек Помашопа. Используем ледобуры и пешни. Обогреваться будем газовой пушкой. Не влево-право, а не дёрнется. Ну давай. Вот здесь это, а вот здесь нужно. Хорошо, давай так. Ребят, стяжка у кого-нибудь есть такая? Да не одна, много надо стяжка. Нет, верёвочная, не пластика, она на морозе не выдержит. Пока ставили шатёр, перетянули лучи и стойку вырвало. Сейчас быстренько отремонтируем, поставим, сделаем стенки. Внутрь установим газовую горелку, электричество. И у нас будет шикарная кают-компания, где мы что-нибудь приготовим. Будем тусить сегодня вечером. Но нам ещё нужно задобрить Бурхана, духа Байкала. Потому что у нас приключения начинаются. Шатёр это первая ласточка, а вторая у нас на одном автомобиле пробило колесо. Смотри, докуда. Что докуда? Вокруг. Отслаивается, лопается. Сейчас ещё в оленьку оглопнет вода. Вообще никуда ничего не бойся. Небось какой здесь лёд такой. А ну вон топнет. Даже бы не парься. Всё, 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 всё. Давай сейчас лопте следующий. Ты просто растягивай. Вот так же отлично получилось. Ну всё, наш шатёр-звезда мы поставили. Осталось только провести электричество. Сейчас наша ГЭС будет работать. А потом мы дадим туда тепло. И буквально, я думаю, минут через десять наша кают-компания заработает на полную мощность. Нужно будет вот этот прожектор закрепить на мачту. На мачту? Скалолазов нету. А мы тебя подтолкнём. А кто? Нет, тут надо не электрик, а циркальник. Да, 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 выше. А ты не вытянешь его? Да, вытянешь. Для чего ещё нужен ДОП-свет? Ставить в тёмное время суток лагерь. Хотя я партийник ночных доездов и вечерней работы в темноте. Техника оказалась в суровых условиях. Сейчас заправляем термопод колтан льдом для вечернего чая. Посмотрим, как продержится термопод при таком варварском, я бы сказал, использовании. Стартуем вдоль побережья в сторону Альфона. Торосы обалденные. Никогда такого не видел. Стоят как замки, как стена. Классно. На этом участке нельзя держаться близко к берегу, потому что за этим мысом начинаются там то ли ключи, то ли, ну в общем, проблемы. Большие проблемы. Ехали, никого не трогали. Перед нами образовалась совершенно свежая трещина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова